Уважаемые коллеги, конверсия растительного сырья под действием микроорганизмовых ферментов в различные продукты с высоким рыночным потенциалом и составляет суть промышленной биотехнологии. Вот эти сахара, получаемые из растительной биомассы под действием микроорганизмов в результате многих стадий превращения, превращаются в клеточные метаболиты, которые могут использоваться в качестве биотоплива, биохимикатов, различного рода кормовых добавок или лекарственных препаратов. И вот в этом как раз и состоит суть промышленной биотехнологии. Длительное время мы в России наблюдали за успехами промышленной биотехнологии, так как в стране отсутствовало сырье для развития промышленной биотехнологии. У нас как раз вот эти сахара и отсутствовали в стране. Не было доступных сахаров в стране для развития промышленной биотехнологии. И вот последние годы ситуация быстро стала меняться. И связано это с успехами сельского хозяйства. Сельское хозяйство стало активно наращивать объемы выпуска зерна в стране. И вот вы можете видеть, вот эту красную линию – это рост средний, рост урожайности и сбора зерна. А вот эта синяя линия – это потребности. И возникла, видите, начиная с 2000-х годов, возникла вот эта дельта между потреблением и производством. И это как раз и открыло возможности для получения дешевого источника сахаров для развития промышленной биотехнологии. Тем более в России, помимо вот этого сырья, имеются прекрасные предпосылки для развития промышленной биотехнологии. Наличие водных ресурсов, а биотехнология требует очень большого количества воды. Это не у всех странах. В странах имеется энергоресурсов, наличие трудовых ресурсов также. Ну и имеется достаточный научно-технический потенциал. И самый главный, может быть, вывод из последнего времени, который был сделан в результате вот такого анализа, очень большого анализа рынков сырья для биотехнологии, пшеница оказалась, как источник сахаров для биотехнологии, оказалась конкурентно способна с кукурузой. Это основным источником, кукуруза является основным источником сахаров для развития промышленной биотехнологии в Америке. И таким образом все, так сказать, объективные предпосылки в России сегодня налицо. Есть возможность для развития промышленной биотехнологии и производства всех видов вот этих вот продуктов. Мы в своем проекте сконцентрировали свое внимание на группе вот этих кормовых добавок. Значит, кормовые добавки – это группа веществ, которые в небольшом количестве вносятся в корма и резко повышают кормовую ценность, их кормовую ценность. И сегодня биотехнологии являются основным поставщиком кормовых добавок для сельского хозяйства. И важнейшей группой кормовых добавок из разнообразных кормовых добавок, которые используются сегодня, это являются незаменимые аминокислоты. Вот лизин, трианин, трептофан, метионин. Ну, я напомню, что незаменимые аминокислоты, они потому незаменимы, что в организме млекопитающих они не синтезируются и должны поступать в организм вместе с кормами. И, может быть, самое интересное здесь то, что усвоение аминокислот и корму вообще подчиняется вот этому закону минимума, который был еще открыт Либихом в 1840 году, что аминокислоты эффективно используются лишь на уровне содержания наиболее лимитирующей аминокислоты. А, как правило, лизин, такая аминокислота, является лимитирующей во многих кормах для сельхозживотных. Сегодня основу кормов составляет пшеница. И вот, посмотрите, проблема в том, что в составе пшеницы лизина, трианина, незаменимых аминокислот, намного меньше, чем содержание аминокислот в мясе, например, в данном случае свинины. В результате это приводит к тому, что происходит перерасход кормов для того, чтобы получить на килограмм привеса, как это говорят в сельском хозяйстве. Вот вы можете здесь видеть вот эту картину. Вот смотрите, если вы кормите свиней только обычным зерном, то привес на килограмм корма будет 0,19 килограмма. Если же вы будете добавлять в корма лизин или трианин, незаменимые аминокислоты, то привес увеличивается в 1,7 раза. Вот это как раз основные доказательства, почему интерес сельского хозяйства к кормам резко возрос и у нас в стране, ну а в мире он всегда был высокий. Вот посмотрите, в мире в 2012 году объемы производства лизина, например, если мы говорим о задаче нашего проекта, нацеленного в первую очередь на лизин, составляла 1,7 миллиона тонн. В России производство лизина отсутствует вовсе, ну и вообще всех аминокислот, но импорт резко возрастает ежегодно на 15-20%. И вот в данный момент где-то около 80 тысяч тонн лизина завозится в страну для целей балансировки кормов. Ну вот эти предпосылки как раз, я рассказываю, предпосылки создания вот этого проекта, который у нас в этом году вот начинается. Проект направлен на разработку технологии получения, в первую очередь, лизина из зерна пшеницы и создания с помощью штаммов мирового уровня. Вот этот проект выполняет группа-консорциум. Вот Госнигенетика является ведущей организацией. Также сюда входит Центр биоинженерии РАН и университет, химико-технологический университет имени Менделеева. Вот мне кажется, что этот консорциум очень сбалансирован по составу. Институт генетики имеет огромный опыт в создании и конструировании штаммов и разработке биотехнологий. Центр биоинженерии является ведущей организацией в области секвенирования анализа геномов. А университет Менделеевский химико-технологический имеет большой опыт в разработке технологии конверсии растительного сырья. Индустриальным партнером является завод премиксов номер один из Белгородской области. Вот два слова я скажу по поводу этого партнера. Это крупнейший производитель кормовых добавок в России. И входит он в состав группы компаний «Преасколья», которая производит в настоящее время около 30% всего мяса в России. И вот чтобы понять масштабы этого всего, вот только в Белгородской области они выпускают 600 тысяч тонн мяса кур. Это означает, что в день они должны забивать где-то около полутора миллионов кур. Вот вы можете представить, значит, это полтора миллиона кур в день. Соответственно, им где-нибудь там около двух килограмм тонн нужно еще, два килограмма на каждую курицу нужно кормов. В результате такая вот логистика ежедневная. Это 1500 тонн мяса, 2000 тонн кормов. В общем, ну еще навоз. Это колоссальная такая структура. И вот этот вот завод примиксов, который снабжает их кормами, вот он понял, что необходимо создавать собственную базу кормовую. И вот выступил. И сейчас завершает строительство первого в России завода по производству аминокислот из пшеницы. Вот это вот вы видите внизу. Вот это вот панорама вот этого завода. Строительство завершается. И, может быть, в следующем году начнутся уже такие вот предпусковые работы. Здесь создан завод полного цикла от пшеницы, вот от пшеницы, вот начиная вот это вот элеваторы и переработки пшеницы, превращение их в глюкозу и далее вот ферментации. Вот на следующем слайде. А, сейчас я чуть подальше покажу вам. Значит, это вот такой крупнейший сегодня, как я говорю, поставщик комбикормов, премиксов в стране. И он организация заинтересованная, крайне заинтересованная в развитии вот этой технологии получения незаменимых аминокислот с помощью биотехнологии. Значит, основные задачи этого проекта сводятся к разработке методов реконструкции генома бактерий, коринобактерий, глютамикум. Это как раз продуцент аминокислот, ну, лизина в первую очередь. Создание промышленного штамма мирового уровня. Это вот на уровне так 210, не менее 210 граммов лизина в литре за 50 часов культивирования. Это, конечно, очень высокие цифры. Создание технологии изготовления кормовой добавки на основе вот этого лизина. С содержанием лизина 75% это превышает мировые аналоги. И одновременно разработка комплекса технологий по переработке побочных продуктов. А обязательства, в свою очередь, индустриального партнера сводятся к организации производства лизина мощностью 35 тысяч тонн. Это покроет около 30% потребляемого в настоящее время лизина. И продукция будет выпускаться на сумму не менее двух, ну, превышающих 2 миллиарда рублей в год. И эти обязательства должны быть выполнены не позднее 2019 года. Ну, вот здесь вы можете видеть схему производства вот этого лизинсульфата. Это торговая марка. Вот начиная от зерна, вот эта схема будет реализована вот на этом вот комплексе. Начиная от зерна, которое превращается в крахмал, далее в глюкозный сироп. И вот этот глюкозный сироп является основным источником углерода для синтеза лизина. Затем вот ферментация с использованием такого штамма и сушка, и получение грануляции, получение готового продукта. Вы здесь можете видеть, что, конечно, центральным элементом всей этой технологии является вот эта вот стадия ферментации, где используется штамм, продуцент лизина. И вот штамм, конечно, является ключевым элементом технологии производства лизина. И вот здесь я постарался привести основные элементы, которые характерны вот для штаммов-продуцентов. Современные штаммы, это является как бы, ну, такой венцом, что ли, так можно назвать, венцом усилий генетиков, биотехнологов, генноинженеров. Именно штамм является основной производительной силой вот для такого рода ферментационных процессов. Как правило, штаммы имеют очень сложную генетическую структуру. Они несут десятки мутаций, которые должны изменить потоки веществ в сторону образования целевого продукта, в данном случае лизина. Далее, очень важное требование к штаммам. Штаммы не должны иметь статуса генетически модифицированных организмов. Это очень важное требование. Ну, и, конечно, штаммы должны быть адаптированы к конкретному сырью, который используется на данном предприятии. Вот, чтобы получить такого рода штаммы, обладающие, ну, сверхпродукцией целевого продукта, в данном случае лизина, требуется очень глубокая перестройка генома. Вот здесь вот я привожу сведения о тех генах, которые оказывают влияние на образование лизина в клетке. Вот свыше 60 генов каким-то образом оказывают влияние на продукцию лизина в клетке. Если смотреть по изменению транскрипционной активности генов, то свыше 100 генов меняется. Транскрипция свыше 100 генов. Либо снижается, либо увеличивается. Понятно, что, чтобы сделать штамм за три года, мы не в состоянии использовать все сведения обо всех генах. И не можем использовать все гены для конструирования. Потенциала и генетики, и нашего консорциума, конечно, не хватит для этого. Но, да, вот здесь вот приводится схема синтеза, метаболический путь синтеза лизина. Вот от глюкозы, далее через гликолитические пути к образованию вот таких важных предшественников. Перувата, оксалацитата, аспартата и далее вот этот путь непосредственно синтеза лизина. И вот если проанализировать все мутации, которые затрагивают тем или иным образом синтез лизина, то в основном затрагиваются вот эти вот блоки. Вот транспорт глюкозы в клетку, очень важная стадия, эффективность гликолиза, пентозофосфатный вот этот вот путь, цикл, цикл трикарбоновых кислот, ну и вот непосредственно сам синтез лизина и выброс лизина из клетки. В общем, много тоже стадий. И анализ всех этих путей, вот здесь вот на слайде объединены, как бы сделан вывод, что же мы должны изменить в клетке, что мы должны сделать с клеткой, чтобы получить сверхсинтез лизина. Вот мы наметили пять шагов, которые будут вести к сверхсинтезу лизина. Вот мы в первую очередь должны усилить непосредственно пути биосинтеза лизина. Это делается путем замены собственных промоутеров под более сильные промоутеры. Затем усиливается синтез предшественников. Предшественником является в первую очередь аспартат, оксалацитат аспартат. Затем необходимо усилить обязательно транспорт глюкозы в клетку, потому что если клетка накапливает 210 грамм лизина, то она должна использовать по крайней мере 500 грамм лизина, потому что конверсия составляет где-то около 50%. Это колоссальное количество лизина должно поступить в клетку и быстро переработаться. Затем необходимо заблокировать все побочные, образование всех побочных продуктов, в частности ацетата, аланина или, например, для данной схемы этой трианина, метианина, других аминокислот, которые образуются из аспартата. И, наконец, последним шагом является усиление выброса лизина из клетки. Вот эти все шаги и планируется сделать в ходе выполнения этого проекта. Требования. Вот здесь я хотел бы еще раз обратить внимание, какие требования предъявляются к методам реконструкции генома. Во-первых, существуют ограничения. Все штаммы не должны содержать ни плазмиды, ни гены устойчивости к антибиотикам. Это просто запрещено для использования в кормовой промышленности. Затем конструирование, я уже об этом говорил, не должно приводить к появлению статуса генетически модифицированного организма. И в то же время, вот эти методы, которые должны быть созданы, они должны обеспечить точное конструирование с точностью до одного нуклеотида, получение направленных изменений только в составе хромосомы, далее обеспечить получение разного типа генетических изменений, это и делец, и нокауты генов, замещение генов, увеличение, либо ослабление экспрессии генов. Далее они должны обеспечить проведение тонкой настройки экспрессии генов. Это очень важно, так как в синтезе аминокислоты участвуют десятки генов, и необходимо, чтобы количество предшественников всегда соответствовало скорости его потребления. Если какой-либо предшественник будет в клетке накапливаться в больших количествах, то клетка такая просто не будет расти и погибать. Для этого необходима тонкая такая настройка экспрессии каждого гена, как мы называем тюнинг генов. И далее эти все методы должны позволять возможность совмещения вот всех этих отдельных мутаций в одной клетке. Вот эта технология, так называемая технология self-cloning, технология, она и будет развиваться и разрабатываться в ходе выполнения этого проекта. Вот здесь я, хотя проект еще у нас, можно сказать, и не начался, то есть он только вот был как бы выигран в ноябре, еще пока мы не начали, не подписали контракт. Но, тем не менее, конечно, в этом году мы планируем выполнить вот следующие задачи, следующие результаты получить. В первую очередь мы обоснуем, ну вот то, что я вам уже рассказывал, выбор генов-мишеней для конструирования осуществлен уже сегодня. Разработаны основные элементы системы конструирования. Это вектора, это системы, такие нереплицирующиеся плазмиды, которые обеспечивают интеграцию необходимых генов по общей гомологии. Вот эта вот технология уже также в основном, элементы этой технологии в основном разработаны. Проведено усиление экспрессии трех генов биосинтеза лизина за счет замены собственных промоутеров этих генов на сильные, более сильные промоутеры, конститутивные промоутеры клеток. Будет выполнено секвенирование базового штамма, который как бы используется для всех целей секвенирования. Ну и будут проведены патентные исследования. Вот это вот первый этап в этом году. И, наконец, я хотел бы еще два замечания, может быть, сделать относительно тех проблем и вызовов, с которыми мы будем сталкиваться в ходе реализации этого проекта. И связано это с тем, что в России, вот в результате такого большого перерыва, длительного перерыва отсутствия биотехнологического производства, в России практически утрачен был опыт проектирования больших производств. В этой связи проектанты встречаются с большими проблемами. И вообще вот создание такого производства сталкивается с большими проблемами. Затем, собственно, утрачен даже опыт эксплуатации крупных комплексов микробиологического профиля. Конечно, отсутствуют и кадры, которые будут эксплуатировать такого рода большие комплексы. Вот я хочу сказать, что на этом комплексе будут использоваться ферментеры емкостью 450 кубометров. Ну и самый главный момент, может быть, что важно для нашей аудитории, что отсутствует законодательная база, регулирующая использование генетически измененных штаммов. Вот это очень важная часть, и с ней мы будем постоянно сталкиваться. И проблема в том, что в России и за рубежом по-разному понимают природу, что такое генетически модифицированный организм. Если в нашей стране, в соответствии с законом, вот этим 86 ФЗ о государственном регулировании в области генноинженерной деятельности под генетически модифицированным организмом понимают любые организмы, полученные методом генной инженерии, то в этом случае практически, а сегодня генная инженерия обязательно используется во всех случаях, то практически все организмы современные, которые будут высокопроизводительны, они все будут попадать в эту категорию. В то же время в мире подход другой. Там введено исключение из этого правила, так называемое понятие методологии селф-клонинга, когда все конструирования проводятся в хромосоме, когда штаммы не содержат никаких плазмид, антибиотиков, и более того, они не содержат как бы следов конструирования. Происходит лишь замена необходимых там остатков, фрагментов в хромосоме. И вот в таком случае, в соответствии с европейской, но и американской законодательством, такого рода штаммы не имеют статуса ГМО. И вот, конечно, нам необходимо, здесь вот министерство наше, как ответственное за политику в области использования генетически модифицированных организмов, как можно быстрее привести в соответствие законодательство российское и мировое в этой области. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Из коринобактерий, из этого же организма, из этой же клетки берется промотор из другой области, конститутивный, мощный промотор. Но переносится... Да, да, да. Вот если мы будем пользоваться вот этим вот положением 86-го, то можно вообще говорить о том, что это генетически модифицировано. Но дело в том, что, знаете, если, например, вы придете и скажете, вот где ваш генно-инженерно модифицирован, я вам дам этот штамм, вы там не найдете никаких следов деятельности, да? То есть вы увидите, что да, какой-то ген, в смысле какой-то промотор переместился в другую область. Но такого рода перемещения могут происходить и в результате генетических перестроек в клетке. И в принципе мы можем всегда... Собственно, вот эта вот технология сэлт-клонинга, она вообще говорит о том, что все, что в клетке может происходить в результате природно, как бы естественно протекающих событий, ну, в частности, трансдункции, это же тоже, в общем, в природе происходит, перемещение по геному. Это происходит в результате хромосомных перестроек еще до эры генной инженерии. Мы знали, что такого рода события происходят. Поэтому формально, вы правы, формально, если так говорить, то, конечно, вы генную инженерию использовали, использовали, значит, это ГМО. Объективно подтвердить невозможно. Ну, к сожалению, в законе у нас написано вот так вот. И это, конечно, и подтвердить это нельзя, а в законе написано. Пожалуйста, еще. Пожалуйста. Да. Скажите, пожалуйста, вы назвали четыре негативных статусы, которые необходимы для промышленности. Да. Скажите, пожалуйста, не приведет ли этот статус в мобиле к статусу 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 во-первых, мы не блокируем полностью синтез метеониями. Это такой подход ранее использовался, в результате штаммы получаются ауксотропами. Это очень неудобно для промышленности, вы должны штамму всегда давать дополнительно для роста аминокислоты. Сегодня используются, так называемые, лики-мутации. То есть, это мутации, которые ослабляют активность данного фермента. Вот, в частности, например, для того, чтобы заблокировать, или снизить, не заблокировать, а снизить продукцию метиамина и триамина, используется мутация, снижающая активность гомосерин-догидрогеназа. В результате клетка получает метиамина и триамина ровно столько, чтобы она могла расти, но не продуцировать избыточное количество. А все остальное, вся глюкоза остальная, должна направляться на синтез лизина. Ну и вообще, конечно, когда вы имеете дело с 200 граммами продукции, 200 граммов одной аминокислоты, то, конечно, о продукции каких-либо других аминокислот здесь уже надо забыть. Потому что, чтобы получить... Там есть очень жесткие рамки по стоимости. Чтобы вы получили лизин по стоимости около 2 долларов за килограмм, вы должны иметь такого рода продукцию. 200 грамм конверсии, там, 55%. Но если вы одновременно будете получать и лизин, и метианин, и триптофан, там, ну и что-то другое, то вы уже не получите такого рода ни конверсии, ни выходов. Поэтому сегодня технология такая. Каждая аминокислота производится индивидуально. Только в этом случае можно добиться эффективности и конкурентноспособности. Пожалуйста, Михаил Анатольевич. Моделирование? Конечно, процессы ферментации сопровождаются обязательно моделированием. Но процессы конструирования, к сожалению, нет. Вот процессы конструирования. Здесь надо сказать определенно, что в клетке так много параллельно действующих путей, что сегодня предсказать эффект влияния какой-либо мутации, вообще говоря, невозможно. И, конечно, мы все опираемся на данные вот такой флюксомики, там, и протеомики и так далее. Но, конечно, мы понимаем их ограниченность. Потому что, вот, к сожалению, при конструировании, особенно сверхсинтезе, ну, непредсказуемые последствия получаются. То есть, когда мы увеличиваем активность одного или другого гена и ферментов, или инактивируем какие-то ферменты, то ответ клетки порой непрогнозируемый. Поэтому это приводит к колоссальному количеству работ по конструированию. А конструирование, оно сопровождается, значит, изоляцией гена, затем создание такой синтетической копии гена, затем создание вот такой конструкции, которая ограничивает ген гомологичными фрагментами, затем эта конструкция вводится в клетку по гомологии, она интегрирует в клетки, в хромосому. И, конечно, все эти этапы обязательно сопровождаются секвенированием, потому что, вот, несмотря на то, что это гомологичная рекомбинация, тем не менее сопровождается появлением неких случайных мутаций. Значит, это нужно секвенировать обязательно все. И далее обязательно, конечно, контроль и выделение ферментов всех, которые изменяются, и нужно определять активность, и как меняется активность ферментов, их ингибирование и так далее. И только вот путем такого комплекса всех работ, только вот удается двигаться. Но моделирование, конечно, стадии ферментации обязательно. Спасибо. Пожалуйста, последний вопрос. Спасибо. 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 Нет, там единственное, если вы будете смотреть культуральную жидкость, анализ культуральной жидкости, то в культуральной жидкости мы видим только лизин, как один мажорный продукт, 200 грамм. И на уровне где-нибудь полграмма, один грамм, может быть, там, ну вот от одного грамма и ниже, это другие аминокислоты. Ну и может быть, там где-нибудь 0, там 2 грамма, это какие-нибудь органические кислоты. То есть, нет. А конверсия в результате стихиометрии. Это вот так получается, что на одну молекулу глюкозы, в смысле, на одну молекулу лизина нужно 2 молекулы практически глюкозы. Ну там, за небольшим исключением, за счет того, что там появляется еще так называемое карбоксилирование, то введение еще одного атома углерода. Вот за счет этого и, собственно, игра получается больше, чем 50%. Спасибо. Коллеги, давайте поблагодарим Александра Степановича за прекрасный доклад. Спасибо.